здравствуйте друзья после выхода моего обзора про zigbee dimmer moe с сенсорной панелью в одном из комментариев на моем telegram канале прозвучала идея по поводу возможности управления не простой лампочкой а управляемым светильником задачка мне понравилась и в этом блоге я хочу рассказать про свой вариант ее решения сразу скажу этот кейс не обкатан длительным использованием я его придумал сегодня тесты прошли удачно есть некоторые подводные камни про которые я тоже скажу будет очень интересно если вы поделитесь в комментариях своими вариантами решения такой задачи если тема умного дома вам интересно и мои видео помогают ее изучать подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео тогда его смогут найти больше людей вы можете поддержать развитие моего канала став его спонсором кроме этого на вопросы от спонсоров канала я отвечаю в приоритетном порядке затем идут вопросы от подписчиков к сожалению отвечать на все оставленные комментарии я не успеваю физически для демонстрации я буду использовать проводной zigbee диммер от моис ссылка на обзор в описании но ограничений нет можно использовать и любой другой ключевой момент заключается в том что беспроводные диммеры и контроллеры просто передают команды включить выключить поворот ручки настолько-то градусов и тому подобное они отображаются в умном доме как сенсор события с которого и являются триггером автоматизации для управления светом а проводной который рассмотрен в этом блоге с точки зрения умного дома сам является светильником который можно включать и выключать и изменять яркость то есть тут нужна и обратная связь от светильника и речь идет не о простой передаче команд управления а а синхронизации качестве светильника будет выступать zigbee лампочка akara t1 ссылку на обзор вы также найдете в описании еще раз уточню что связь между диммером и лампочка исключительно на уровне автоматизации электрически они не связаны вместо нее можно использовать и любой другой управляемый светильник более того и вместо диммера может быть светильник с альтернативным каналом управления например люстра и light которая имеет возможность подключения bluetooth пульта и диммера этот кейс может синхронизировать ее с любым другим умным светильником где миру можно подключить и обычную лампочку хотя это не обязательно он может работать и без нагрузки в таком случае вы сможете синхронизировать ее работу с умным светильником начнем с самого простого это синхронизация включения-выключения кстати ровно такую же конструкцию можно использовать для подобной синхронизации двух свечей например проводного выключателя и умной розетки это автоматизация отслеживает включение обоих устройств я прокомментировал в коде где диммера где лампочка но по сути это два объекта light то есть точки зрения умного дома два светильника далее используем удобный инструмент селектор условий первым условием будет включение диммера при выключенной лампочки в таком случае включаем лампочку и обратная связь если мы включим лампочку каким-то альтернативным путем например через интерфейс то есть диммер при этом будет выключен тогда включаем диммер синхронизируя его состояние с светильником аналогично будет работать логика и 2 автоматизации которая будет отслеживать выключение любого из участвующих в данном кейсе устройства если выключение проводится при помощи диммера он переходит состояние off а лампочка еще включена тогда выключаем лампочку если лампочка выключается например автоматизация отслеживающей отсутствие движения вслед за ней отключается и диммер вот как это работает включение выключению любого из светильников диммер напомню ничем не отличается по логике работы с лампочкой тут же вызывает аналогичное действие со стороны другого светильника теперь перейдем к яркости и тут есть некоторые подводные камни 1 у выключенного светильника атрибут яркости отсутствует это нужно учесть в логике при включении она появляется но не в процентах как мы привыкли а в шкале от 1 до 255 причем при единице она выключается то есть минимальное значение 2 наша задача определять на каком из светильников изменилась яркость и передавать ее значение на 2 и тут я обнаружил второй подводный камень он заключается в том что если передавать промежуточное значение яркости например 213 167 то в очень многих случаях на втором светильнике устанавливается значение меньшее на единицу то есть не 213 а 212 не во всех абсолютно случаях но очень многих поэтому внести постоянную поправку нельзя из-за этого синхронизация не останавливается а продолжает передавать яркость между светильниками уменьшая ее на единицу то есть просто падать почему так происходит мне до конца не ясно но эти моменты пришлось учитывать для этого я создал несколько объектов на платформе темплейт крутейший и очень удобный инструмент не знаю как без него вообще можно писать логику умного дома эти два сенсора предназначены для того чтобы получать значение яркости из обоих светильников давайте разберем их структуру это устранение первого подводного камня яркость есть только у включенного светильника поэтому тут стоит условия проверяющая статус светильника если он включен тогда значение сенсора вычисляется по этой формуле яркость светильника помним она изменяется у двух до 255 делим на коэффициент 2 и 55 сотых то есть переводим в проценты и округляем это число до нуля знаков после запятой яркость не может быть дробной это нивелирует и второй подводный камень так как значение яркости уже передается в процентах если же светильник выключен то значение сенсора становится нулевым что в общем то полностью соответствует действительности второй сенсор полностью аналогичен только уже берет яркость в процентах второго светильника логика такая же и еще один сенсор на этот раз бинарный напомню что такие объекты могут иметь только два варианта состояния включен или выключен он проверяет три условия первое это равенство значение яркости у обоих светильников два остальных то что светильники включены ведь при выключенных светильниках и нулевой яркости равенство тоже будет соблюдаться теперь перейдем к автоматизациям их тоже пришлось сделать две для отслеживания изменения яркости каждого из светильников здесь следим за любым изменением яркости диммера далее стоит обязательно условия бинарный сенсор который отслеживает равенство яркости который должен быть выключен так как если изменение вызвано в результате синхронизации то автоматизацию выполнять не нужно чтобы избежать ложного срабатывания. Если же условие позволяет выполнить автоматизацию, то ее действие мы передаем на второй светильник новое значение яркости в процентах, которое по формуле вычисляет шаблонный сенсор. Проблемы с тем, что фактическое значение яркости не будет соответствовать переданному, как в случае с шкалой до 255, тут нет. Вторая автоматизация точно такая же, только все сущности поменялись местами. Следим за яркостью лампочки и в случае ее изменения синхронизируем ее состояние с диммером. Еще раз напомню, разницы между использованием диммера и второго светильника нет. А вот так это работает. Для наглядности я вывел в интерфейсе дополнительные сенсоры, чтобы было видно всю логику. Еще раз хочу сказать, это решение я придумал буквально сейчас, специально для этого блога. Теоретически могу допустить, что возможны еще какие-то подводные камни, которые я пока не заметил. Если у вас есть свои, отличные от моих наработки для реализации такого кейса, пишите в комментариях. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и Telegram канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok